Ку-ку Слепые стекляшки его очков мелькали то слева, то справа от меня Тревожное чувство великой тайны заставляло меня беспричинно озираться по сторонам Ну ладно, в фойе, но не в темном же кинозале Фильм был про шпионов, безжалостная, красивая и сытая рука Запада Изобилием и качеством пыталась задушить молодую И все еще неопытную 70-летнюю советскую власть Гомик, решил я, когда стекляшка вновь сверкнул перед глазами А может фарцила пытался угадать его наглый интерес Народ вывалился из кинотеатра и растекся бурлящим потоком по весенним улицам Весна зеленым дурманом ударила в головы и все были беспричинно веселы и счастливы Но только не он Этот маленький, озабоченный беловрысый тип То обгонял меня, то семенил сзади Он то ли приценивался, то ли примеривался, то ли прицеливался ко мне Я терялся в догадках Для голубого простоват Для спекулянта тоже Нелепые коротенькие штанишки Стоптанные башмачки Склоченная шевелюра И этот странный полиэтиленовый пакет Единственное, что выделяло его из толпы Так это жилетка Бордовая вельветовая жилетка Со множеством карманчиков на белых больших пуговицах Отчего он был похож на мухомора Это то, что мне нужно Вырос он неожиданно перед мной Вы мне подходите Нет, я не вздром и не испугался Я был готов к этому нечто Окинув каратыша над медным взглядом Я гордо его озвучил А вы мне нет Значит, это так Это бесплатно предупреждаю вас Так сказать, аматорство Но вы будете довольны Не слыша меня, понес он какую-то ахинею Я попытался обойти его слева-справа Но он по-хамски теснил меня к пустой скамейке в сквере Присядем-ка Я все сейчас расскажу Потянул он меня за рукав Я с тоской огляделся по сторонам Помощи ждать было неоткуда Учаев, студент-гик, кинорежиссер Пока неизвестный, но в будущем великий Скромно представился тип Протягивая мне потную ладошку Можно просто Вова Я осторожно пожал его руку Если бы не моя врожденная доверчивость к людям в очках Просто Вова пошел бы сейчас на второй сервис Значится так Вы шпион Вот ваши документы Он пошарил в полиэтиленовом кульке С ликом Аллы Пугачевой И изрек оттуда паспортину На обложке синего картона С серебряным тиснением Было выбито паспорт В кириллическом написании И почему-то готическим шрифтом В самом низу Красовался Свирепый орел Со свастикой Дальше больше Внутри у свайса Было приклеено фото немецкого офицера Моего двойника В полном парадном прикиде С фуражкой С высокой тулей С серебряным крестом под воротником И массой всяческих наград На черном мундире Моему удивлению не было предела Просто Вова Убивался произведенным эффектом Дальнейшее изучение Исторической реликвии Повергло меня в шок Пауль Зиберт Оберштумбарфюрер СС Пылочетка выведена зелеными чернилами Фото и размашистую подпись Скрепляла авторитетная жирная печать С таким же людоедным орлом на свастике Но и не это главное А то, что все это было написано На чистом русском языке Для понимания А вот ваш другой паспорт Без объяснения протянуло мне еще одну картонку Этот фолиант был поскромнее Ничем от наших советских не отличался И значилось в нем Что податель всего Павел Зибров Потомок империи В скотобоин В немпонские времена Да-да, так и написано Потомок и так далее Собачья родословная какая-то А не документ советского гражданина Я с удивлением посмотрел Стекляшки будущего великого Все, как видите, очень серьезно Без тени улыбки На круглом лице произнес он И зачем-то осмотрелся по сторонам Под ложечкой замыло До времен перестройка было еще далеко А от хрущевской оттепели уже Это было время упадка благосостояния всего советского народа И небывалого роста патриотизма и морали Героические боевые будни бойца невидимого фронта Явно замаячили перед глазами А оружие дадите Кисло пошутил я Он молча запустил руку под лик Примадонны Я с ужасом подумал о поробелуме Или на худой конец в альтере, спрятанном там Это сценарий Мой сценарий, вот прочтите Вложил он в немеющие руки Листы с машинописным текстом Я сам печатал Закончил он с гордостью Сейчас считать У меня командировка, попытался я уйти от неотвратимого Хорошо И вам еле возьмите с собой Завтра здесь В это же время Решительным произнесом И лесу его заострилось Вместо ответа я раскрыл папку Я немецкий шпион Стоял он на титульном листе Киносценарий абитуриентов гик Владимира Учаева Пленка черно-белая Продолжительность 30 минут Студент Хмыкнул я про себя Пока я читал Кривящий чертихаясь Просто Вова Будущий великий Десикал Советского экрана Прикрыв глаза Вальяжно развалился на лавочке Подставив лицо Припекающему солнышку Из 30 листов Убористого шрифта Диалогов Описаний съемки Авторских отступлений Поясни и следовало Что наше самое грозное оружие В борьбе со шпионами И диверсантами всех мастей Это красота Наших женщин Сила наших идей И привлекательность Нашего быта Три составляющих Непоколебимости Советского строя Во плоти Это отец шпиона 120-летний основатель Империи Скотомоин Коротающий свой бесконечный век В доме престарелых На Игрении Простая русская девушка Ольга Роковая любовь Которой приводит Главного героя шпиона На порог КГБ С краскаинью К явке с повинной И конечно же Бдительные чекисты С хмурыми лицами Под транспарантом Все шпионы на крючке Ведь граница На замке Апофеоз Апофеей Патриотического ролика Ну как С угрозой в голосе Поинтересовался незнакомец Я интеллигент Этим все сказано Нормально Я знал что вам понравится Расслабился Вова Значит это так Вы на роль шпиона Теперь нам с вами Надо найти папу И Олю Но мне ж на автобус Ах да Огорчился очкарик Тогда завтра на этом месте И в это время Кто знал Что сулит мне эта встреча Думал не приду Пришел да еще и вовремя Любопытство Жажда славы Скорее авантюра И весна Я всегда вас весной Во что-нибудь влипаю Вы учили вместо здрасти Подал руку студент Что? Роль У меня ж ее нет Виноват оправдался я Ах да Возьмите Значит это так Прическу придется сменить Тут короче Тут еще короче И пробор перенести направо И сбоку Теперь я о манерах Вы немец А они другие Я немцев все знаю Безапелляционно прорвал у меня В виде немой несогласия Я жил в ГДР долгие время С родителем Наблюдал Записывал Значит это так Улицу переходить только на зеленое Ясно? Я кем ну? Бутылки с подводки И пива носить с собой Пока не найдете специальных контейнеров Каких еще? Мусорных специальных Для посуды Притом разного цвета Но поскольку их все равно Здесь не найдете Тем самым Себя выдадите Дальше Повсюду должны здороваться Со всеми и везде С кем это? С кассирами Коллегами Официантами У вас есть машина? Нет Должна быть Ну да ничего Да будем Вы ничего не должны смыслить В ее ремонте Но я и так ничего не смысл Это замечательно Это по европейски Еще Вы должны научиться есть С ножом и вилкой Пробовали когда-нибудь? Нет Ну а второе Ложка я могу Научим Вот мои записки Перепишите Запомните Выучите А теперь давайте Подумаем Где взять отца Так в доме Что предстоит? Да нет Был я там Фактуры нет Картина нужна Морщины Колорит Биография Махнул режиссер Тосатно Знаю Вы за студией Видел я недавно Работы юных репенцев Там такой великолепный Дед Вот-вот рассыпется Через час Мы уже стояли Перед портретом Прадеда Скотобоин Не 120 А все 240 Можем было дать ему Без комплиментов Вечером Он был у нас в руках Сколько Прошепелявил реликт Не глядя нам в глаза Чего сколько Не понял режиссер Заплатите сколько Меня здесь оплатят А ничего Чисто искусство Затянул было свою песню Служителей мус Но увидев удаляющуюся спину Отца режиссера Резидента Тут же спохватился Продуктами дадим Какими продуктами На Диком Западе На Диком Западе На воду На стихию На стихию величественного Днепра Думают о душе Думают о душе Больше чем о желудке Видимо наш Природакль Был исключением Одной рукой Он мертвой хваткой Зажал палку салями Другой яблоко И то и другое Исчезло в его утробе Почти одновременно Дубль Первый Съемка Мотор Торжественно Скомандовал Вова И камера Не застрекотала Часть первая Закончена Переходим К части второй